свет космодрома восточный тьма из кремлевской души просит снаряды и танки сел в бронепоезд поеду в пхеньян по пути буду думать санкции светят с востока запада санкции светит кто этот карлик пляшиной с которым два дня пили мы за победу не знаю тенями предков забытых кима ир сена чен ира майбахом лично поклялся больше сюда не чучхе я вот так в традиционной форме корейских стихов си джо решил я описать отбытие господина ким чен и на из российской федерации обратно в северную корею ну потому что всю неделю про это говорили прям была неделя такого визита ким чен и на и снова вникать во все сложности проблемы снаряды прозаической форме было бы уже скучновато я подумал что для итоговой программы шатриман за неделю от 15 сентября самое логично выбрать традиционную корейскую стихотворную форму си джо пожалуй впервые это позволило проникнуть в тонкую душу ким чен и на его толстое тело и тонкую душу в конце концов мы все время говоря что путин хотел на что он да он да или нет а он так или сяк и мы ни разу не задумывались а что на душе у этого парня ким чен ты на в конце концов он ведь тоже не просто 130 килограмм сала он ведь тоже человек но тоже душа есть наверное вот я думаю что он сейчас едет в этом своем бронепоезде из комсомольска на амуре в пхеньян и по дороге пишет вот эти самые корейские стихи сен-жо и размышляет дай ему бог прийти к правильным выводам благодаря корейской поэзии а я хочу для начала поздравить вас с праздниками сегодня 15 сентября а это значит что сегодня всемирный день демократии день того самого чего мы на самом деле защищаем на этой войне конечно демократию в разных ее проявлениях в частности в виде свободы демократию часто путают со свободными выборами говорят ну как же демократическая страна там свободные выборы нет нет демократии много составляющих и выборы всего лишь одна из них я небольшой там вот этот как его называют ученый но я вам зачитаю просто из даже из википедии что это выборные государственные должности свободные честные регулярно проводимые выборы сменяемость власти отзывчивость правительства то есть она прислушивается к интересам избирательства свобода самовыражения граждане могут безнаказанно выражать свои мысли доступ к альтернативным и независимым источником информации свобода прессы и так далее телеграм-каналов чего угодно развитое гражданское общество автономия общественных организаций и всеобщий охват гражданства то есть каждый проживает на этой территории и подчиняется законам должен обладать всеми правами гражданина но это вот одно из я думаю что вы найдете в европейских документах гораздо больше более точных определений демократии всего лишь хотел показать что составляющий составляющих в этом определении много и сражаемся в общем то в этой войне против россии за все эти составляющие и за свободу слова и за право на автономность общественных организаций которые в россии нет и за гражданское общество и за то что правительство нас слушалось чтобы настоящий народа власти чтобы власть настоящим принадлежала народу но и за свободные выборы когда сейчас мне снова каждый день буквально кто-нибудь спросил что выбор это будут 2024 года г нет ребята нет но это не означает что у нас нет демократии каких выборов сейчас быть не может я 1000 раз объяснял почему и не собираюсь говорить во время войны я говорю что это не означает отсутствие выборов во время войны есть действие военные положения означает отсутствует демократия означает что у нас работает конституция работают законы в конце концов они не во время войны было написано, что во время действия военного положения выборов быть не может. Да, мы отстаиваем демократию, поэтому я поздравляю всех с Днем Демократии, какими бы недостатками она ни обладала. Но сегодня не единственный праздник, сегодня не только Всемирный День Демократии. Сегодня еще Всемирный День худеющих, Всемирный День тех, кто пытается сбросить лишний вес. И это тоже мой праздник, так же, как и День Демократии. Да, я всю жизнь пытаюсь сбросить лишний вес, мне это все время удается, а потом я с неповторяемым упорством набираю снова и снова сбрасываю. Вот за войну набрал кучу всякого лишнего веса. Я уже сбрасывал в своей жизни 10 килограмм и 20, а однажды даже 30. Поэтому я вас всех понимаю, я думаю, что из тех, кто меня смотрит, больше половины тоже занимаются борьбой с лишним весом. Я рад вас всех приветствовать, поздравить с этим праздником. Для чего он учрежден на самом деле? Для избежания буллинга, для заботы друг о друге, для того, чтобы люди не сильно переживали о том, что у них лишний вес, для того, чтобы люди научились как бы уважать друг друга, несмотря на то, кто сколько весит. Я лично, честно, я всех люблю независимо от веса, и девушке мне нравится с самым разным весом, поэтому это совершенно для меня, вот честно, неважно. Поэтому я поздравляю всех, кто борется с лишним весом, а особенно поздравляю тех, у кого нет такой необходимости. Я страшно завидую таким людям. Таким людям я испытываю неизбывную зависть к тем, кто может есть сколько угодно и в весе не прибавлять. Ну а тем, кто прямо сейчас на диете, я желаю держаться, держаться, еще раз держаться. Кстати, одна из причин учреждения этого праздника, чтобы люди не изводили себя некими диетами, ненастоящими, что ли, диетами, опасными для здоровья. Все-таки я каждому советую прежде всего изучить свое состояние здоровья, прежде чем приступать к какой-то диете, если вы решили бороться с лишним весом. Ну не знаю, может быть к врачу, может быть хотя бы почитайте что-то, но не ведитесь на всякую ерунду, типа вот я буду нереально, люди на улице подходят, говорят, ой, вы знаете, я хотел посоветоваться, как похудеть, у меня есть метод, я пью каждое утро стакан уксуса. Я хватаюсь за голову в такой ситуации. Какой уксус? Лучше себе его впрыскиваете в другое совершенно место, если вам настолько не сидится на месте. А худеть надо согласно каким-то нормальным человеческим планам, графикам и посоветовавшись с людьми с медицинским образованием. Итак, сегодня два праздника уже я насчитал. День демократии и День худеющих. И все это 15 сентября. Я подумал, а зачем так много? Давайте объединим. Сегодня устроим такой день, который называется День худеющей демократии. Ведь действительно вокруг нас худеет демократия буквально на глазах. Посмотрите, демократические страны, да, они встали на нашу защиту. Кто мог? И мир разделился. Тоталитарные страны, многие оказались на стороне Российской Федерации. Вот вам хотя бы Ким Чан Ин. Кстати, его мы можем заманить Днем всех худеющих. Все-таки 130 килограмм. Человеку специально долго подбирали кресло, чтобы он мог туда сесть в России, вот на встрече с Путиным. Специально какое-то кресло с толстыми ножками. У него у самого толстые ножки, кресло толстые ножки. И мы можем пригласить Ким Чан Ин и присоединяться к нашему празднику Дню худеющей демократии. Пусть он одновременно и худеет, и учреждает демократию в Северной Корее. Как бы это в одном флаконе. Но худеющая демократия в другом смысле. Демократия, которая становится хуже, демократия, которая становится меньше, которая становится уже, вес которой уменьшается. К сожалению, это тоже правда. И мы видим, что даже те страны, которые полностью нас поддерживают, иногда поддерживают нас недостаточно, иногда слишком медленно. И как бы иногда даже забывают, что они в общем-то встали на защиту демократии, а не только украинцев. Когда нам говорят, что нам надо договариваться с россиянами, приходить к какому-то компромиссу, я вспоминаю принципы демократии. Как вы можете такое предлагать? Ведь на оккупированных России территориях демократии нет. То есть вы предлагаете подарить россиянам такую территорию, и жителей этой территории лишить обычных прав человека, лишить их права на демократию. Это явно худеющая демократия такое предлагает. Поэтому я за полную демократию, за такую демократию, которую проповедует, например, Борис Джонсон, который на этой неделе, я вчера в видео все объяснил, рассказал о его спиче, который на этой неделе выступил с яростными такими лозунгами, которых призвал выделить Украине любые вооружения, чтобы она смогла достичь тотальной победы. Вот это полная демократия. Демократия в исполнении Бориса Джонсона. Ну а в исполнении Ким Чен Ына мы видим полный тоталитаризм. Ну а все мы в мире наблюдаем, к сожалению, пока худеющую демократию. Так, поздравляю вас с днем худеющей демократии. Но и это еще не все. Ведь сегодня, конечно же, еврейский Новый год. Роша Шана. Всех поздравляю, кто причастен и кто не причастен с наступлением нового года. Нового 5784 года, дай бог не последнего. Я вчера подробно про все это рассказал. Желаю всем, кто приехал праздновать в город Умань, в украинский, всех евреев, всем евреям безопасности прежде всего. Вчера я сказал, что это Хасида Хабада. Меня поправили, сказали, что это Хасида, но не Хабада. Дай им бог здоровья в любом случае, чтобы их россияне не стреляли ракетами по тем, кто празднует сегодня в Умане Новый год. Итак, сегодня еврейский Новый год и День худеющей демократии. Так, чтобы это совпало в один день, это бывает раз в 28 лет, когда День худеющей демократии приходится на начало нового еврейского года. В общем, поздравляю вас со всеми этими праздниками. Ну, а у нас в Украине совершенно другой, конечно, праздник сегодня. У нас сегодня праздник День освобождения Андреевки. Столько уже месяцев мы слышали в военных сводках слова Андреевка, Клещеевка. Это два ключевых села на Донецком фронте, на Бахмутском направлении, южнее Бахмута. И сегодня, наконец, украинские войска полностью освободили Андреевку. Андреевка, как я уже сказал, южнее Бахмута. То есть цель окружить российскую группировку в Бахмуте и полностью ее уничтожить. Ну, благо Чуваковак уже свалил, некоторые полетели на небеса, некоторые полетели отдыхать в Магадан. И поэтому уничтожать там будут уже регулярные российские части. Наши войска будут уничтожать регулярные российские части. А пока нашим удалось сделать все это в минимальном объеме, в таком, как сказать, модели, что ли, в Андреевке. Третья общевоисковая штурмовая бригада сообщила подробности того, как она освобождала Андреевку. И в этих подробностях есть слово «разбит в дребезги». Враг, гарнизон в Андреевке окружен и разбит в дребезги. А взятие и удержание национального пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута. 72-я ОБМСРББ Российской Федерации, в общем, какая-то Российская Федерация, видимо, воинская часть, разбита в дребезги, пишут воины 3-й отдельной струмовой бригады. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток 3-я отдельная струмовая бригада ликвидировала начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники. Ну, в общем, как сказать, что здесь радостно, то, что они не сбежали. Они не сбежали в этот раз россиянам, не удалось уйти, не удалось в каком-то организованном порядке отступить из этой Андреевки, просто все были уничтожены. Это на линии фронта. Теперь не только с линии фронта приходят новости. Британская разведка вчера сообщила, что корабль вот этот, большой десантный корабль «Минск» уничтожен именно полностью нашей бомбардировкой, а на ремонт подводной лодки «Ростов-на-Дону», которую мы разбомбили на этой неделе в Севастополе, уйдут годы, согласно данным британской разведки. Тоже приятно. Но оказалось, что это не все наши успехи на море. Наши военно-морские силы доложили, что за последние двое суток они атаковали еще три, ну, как сказать, наши доложили про два атакованных российских корабля, атакованных надводными дронами, и еще про плюс один доложили россияне. Наши сообщили про нападение на корабль, который называется «Котов». Правда, россияне сказали, что «Котов» отбил атаку, но это же мы не видели. Мы, скорее всего, тут должны верить скорее нашим на корабль «Котов». Сами россияне при этом сообщили, что наши войска, наши военно-морские силы, кстати, я не знаю, это военно-морские силы, или это сила спецоперации, как называется, те, кто управляет нашими надводными дронами, атаковали ракетоноситель «Самум», который называется «Самум». «Самум» – это один из кораблей, который обстреливает ракетами мирные города Украины, и вот он был атакован, наконец-то, нашими надводными дронами. Мы не знаем, чем закончилась эта атака, потому что это сообщение было не из украинских, а из российских источников. Тем не менее, мы продолжаем бить врага, как видите, на суше, мы продолжаем бить врага на море. Когда наш враг из моря выбирается на сушу, подводная лодка берется, выбирается, прям классика, подводная лодка в степях Украины, то есть она стоит в Севастополе на земле, то мы уничтожаем и такого врага. Остался воздух, но и по воздуху пришли хорошие новости. Все это стало известно, что в Техасе наши летчики приступили к обучению английскому языку, специализированному английскому для управления F-16. Там какая-то терминология специальная, в октябре они уже переходят на обучение управления этими самолетами. И пришла новость, что в декабре первые летчики вернутся с обучения, и уже, видимо, к нам прилетят F-16, и тогда мы будем бить врага еще и в воздухе. Вот три корабля мы атаковали, надеемся, что все три получили промоины, но точно я знаю, что корабль нашей европейской демократии, что ли, вот этой худеющей демократии, он получил три пробоины на этой неделе. Три олигарха выпали из санкционного списка Евросоюза. Совершенно непонятных оснований. Это возмутило даже россиян, либеральных россиян. Какого черта Европа снимает санкции с российских олигархов? Совершенно непонятно. На самом деле сняли санкции с четверых, но с четвертого по приятному поводу. Но это вот как снять сейчас санкции с корабля Минск, с большого десантного корабля Минск, ввиду его уничтожения, или снять санкции с крейсера Москва. Но также сняли санкции с какого-то российского военного поставленного, потому что мы уже уничтожили его в результате военной операции на первой территории. Поэтому с него сняли санкции. А вот с трех олигархов сняли, больше всего возмутило наших, не знаю, как их назвать, короче, российских либералов, которые выступают за санкции, больше всего возмутило снятие санкций с какого-то Березкина. Мне этот Березкин ни о чем не говорит. Ну, российский олигарх как олигарх. Я почитал его биографию, но там просто пробы негде ставить, потому что он прям буквально всем занимается у Путина. Он уже и лес рубит, и щепки летит, и нефть добывает, и газ. Чем только не занимается. Но, тем не менее, почему-то с него снимают санкции. Почему-то. Вот. И еще с какого-то бывшего владельца Озона. Озона. Ну, не от того Озона, который в воздухе, где дыра Озона. А с магазина Озона. И с Фархада Ахметова, которого мы с вами уже обсуждали на этой деле. В общем, с троих сняли санкции. Но, знаете, кому это больше всего не понравилось. Не только нам, как выяснилось, ни одни мы не одиноки мы в этом вопросе. Оказывается, что это не понравилось еще и Кремлю. В частности, не понравилось это пресс-секретарю Путину Пескову. И он назвал их предателем. Я не знаю, про кого именно он говорил, но сказал Песков следующее. Что касается выхода из-под санкций, сказал Песков, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели. Те, кто планомерно, методично отстаивает свои интересы в судебном порядке. Это их право. Мы относимся к этому с уважением. Санкции против всех предпринимателей являются действиями, которые противоречат всем законам и международным законодательствам в том числе. Вот так высказался Песков о подсанкционных россиянах, которые пытаются снять с себя санкции. Ну, тревожное заявление. Что это за 12 сребреников? А главное, в чем логика? Давайте подумаем. Вспомним библейскую историю. Там, в конце концов, Иуда продал Христа за 30 сребреников. То есть он Христа отдал, 30 сребреников получил. Логично? Теперь. Песков, значит, цену поменял на 12 сребреников. Это какая-то очень интересная история. Почему 12? Что это за Евангелие от Пескова такое? Что это за вариация? Но кроме того, что мы сейчас обсудим саму цифру 12, кроме того, а в чем логика-то? Значит, там человек получает 30 сребреников, отдает Христа. А здесь, он говорит, они за 12 сребреников пытаются снять с себя санкции. То есть это они платят 12 сребреников, а Иуда тогда Евросоюз или кто? Ну, он же получает 12 сребреников, правильно? А платят, как бы, эти олигархи. Вот это первый спорный вопрос в этом новом Евангелии от Пескова. Второй спорный вопрос, почему 12? Ну, 12, может быть, 12 стульев пришло ему в голову или 12 месяцев. Хотя, скорее всего, 12 колен Израилевых Пескову вообще как бы несет уже, ну, вот эти еврейские дела. У него вчера была питья Российская вместо Федерации. Появите, так будет. Вот теперь у него 12 колен Израилевых заиграли как бы особым светом. Отсюда у него, видимо, 12 сребреников появились. Хотя вообще в российской той же самой либеральной оппозиции считают, что это за вычетом откатом. То есть как бы сребреников было 30, но нужно же откатить. И тогда до Евросоюза доходят уже только 12 сребреников. Кого же имел в виду Песков? Кто же эти люди, которые, как он говорит, предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции? Кто же там из предпринимателей скатился на антироссийские позиции? Неужели опять Чубайс и опять Волош? Вот в чем вопрос. К сожалению, очередным борцом за снятие санкций с россиян оказался, к моему ужасу, в очередном уже, я не знаю, какому по счету ужасу, президент Израиля. Президент Израиля. Но прежде чем я это скажу, я еще раз вернусь к цифре 12. Знаете, что еще 12? В 12 тысяч не хватает подписчиков Шетельман для круглого числа в 280 тысяч. Возможно, вы могли бы сейчас подписаться на канал Шетельман. Для этого перейдите по ссылке в описании. Там будет написано, подпишись на канал Шетельман. Да, у Шетельмана есть свой канал. Так и называется Шетельман. Внизу будет написано, подпишитесь на канал Шетельман. Там ссылка. Подписались. Все, Шетельман рад, доволен. Тем более, что у нас в воскресенье в 19.00 будет стрим «Комендантский час», на котором я вам буду рассказывать вот про этот подаренный мне неожиданно совершенно разработанный для меня прибор, который полностью отражает все данные о количестве подписчиков и так далее. Такой уникальный гэджет. Это прямо уникальное творение. На этой неделе все смотрели презентацию Стива Джобса, покойного уже на месте самого Стива Джобса, конечно, о компании Apple с новыми айфонами. Ну что нам айфон, когда вот такой гэджет, название которого я разглашу только в воскресенье, изобретен и точно отражает абсолютно точно количество подписчиков канала Шетельман. Но это мы про 12. 12 забыли, поехали дальше. Герцог. Герцог не в смысле герцог. Герцог. А герцог – это фамилия такая. Ицхак Герцог, президент Израиля. Итак, Ицхак Герцог, президент Израиля, оказывается, звонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и просил помочь снять санкции с российского миллиардера Вячеслава Кантора. Об этом сообщила израильская газета «Артс». То есть это не Украина раскопала. Это в Израиле журналисты раскопали такую историю. Гиди Вайтс и Амир Тивон нашли источники в резиденции президента, которые сообщили, что в телефонном разговоре Ицхак Герцог, президент Израиля, просил снять санкции с путинского олигарха. А это именно путинский олигарх. Не надо ни с чем путать. Это владелец крупнейшего предприятия по добыче, производству, точнее, не знаю, добыче или производству удобрений в России. Вот все вот эти истории Путина, который бомбит одесские порты, чтобы разрешили торговать удобрениями, это чтобы позволить зарабатывать Вячеславу Кантору. И теперь два человека пытаются помочь зарабатывать Вячеславу Кантору. Президент России Владимир Путин, который для этого бомбит Одесский порт и порты на Дунае. И президент Израиля Ицхак Герцог, который бомбит Эммануэля Макрона звонками на тему «Они пора ли снять санкции с Вячеслава Кантора». Израиль просто раз за разом погружается в эту причину российскости. Прошлая неделя была омрачена тем, что Израиль подписал, как вы помните, договор с Россией о совместном производстве российской пропаганды, то есть кинофильмов. А теперь президент Израиля пытается сделать нашу худеющую демократию еще более худой и снять санкции с путинского олигарха. Есть фотографии, где стоят Путин, Вячеслав Кантор и дальше так называемый главный район России, как-то там Берлазар, что ли. Ну такой путинский абсолютно агент еще один. В общем, даже добавить-то нечего. Куда вообще Израиль смотрит? Что это? Человек останется президентом? Ну конечно останется. Слушайте, посол в России же остался послом в России, несмотря на подписание этого контракта. Так сейчас и президент Израиля останется президентом, несмотря на то, что он лично ломбирует интересы Вячеслава Кантора. Кстати, забавно, что Вячеслав Кантор имеет российское гражданство. У Вячеслава Кантора есть кроме российского гражданства еще и израильское. И что интересно, в израильском паспорте его зовут, вы не поверите, Моше. Моше. Моше Кантор. Почему это важно? Почему Моше? Почему важно? А потому что теперь мы понимаем, откуда у Путина взялся Моше Израилевич Чубайс. Видимо, он говорил про Моше Кантора. Вот почему у него Моше. Но шутки шутками. Грусть печаль в том, что президент Израиля присоединился к борьбе россиян, присоединился к тем, кто занимается геноцидом украинского народа и выступает на их стороне, пытается снять санкции с организаторов и финансистов геноцида, с организаторов и финансистов массовых убийств украинцев. Этим занимается сегодня президент Израиля. Поэтому всем израильтянам желаю шанатуа, то есть хорошего Нового года, кроме президента Израиля, который перешел на сторону россиян. Хорошие новости пришли из России на этой неделе. Иногда даже оттуда приходят хорошие новости. В реестре имен российских появились новые имена, которые связаны уже с нашей нынешней войной. Это по аналогии как во время революции, если вы помните, после революции появились такие имена, как Доздроперма, то есть Доздраствует 1 мая, ну или, скажем, Вилен Владимирович Ленин, или что там еще, Вилор Владимирович Ленин, организатор революции, какие там были еще. Ну вот это Октябрина, Революционина, Ким, коммунистическим традиционным молодежи. Но это не тот Ким, который в Корее, а русское имя Ким. Вот сейчас появились первые уже имена, которыми называют детей сегодня в России, россияне. Ну вот мужские имена такие, Сапипоп, Сапипоп. Сапипоп это специальная операция идет по плану, сокращенно Сапипоп. Дальше Кизотрит. Кизотрит Иванович, да, Кизотрит это Киев за три дня. Кизотрит. Дальше Пуфсипер. Пуфсипер это Путин всех переиграл. Сантанап. Санкции нам на пользу. Чмоп. Ну это неинтересно, частично модернизованный, сами знаете. Вы Лимадон. Восемь лет бомбили Донбасс. Сложноватое имя. Но мой фаворит, конечно, это имя Сасипес. Сасипес. Такое типичное российское имя теперь. Соловьев, Симонян, Песков. Сасипес. Вообще мне кажется, что эту троицу Соловьев, Симонян, Песков можно просто называть теперь Сасипес. В любом эфире Сасипес сообщает по мнению Сасипеса. И как сказал Сасипес. Женские имена тоже появились, но их я вам озвучивать не буду. Потому что у нас здесь приличный эфир для приличных людей. Поставьте мне лайки за то, что я не стал озвучивать новые женские имена, появившиеся в России во время войны. Вот еще одна новость, которую мне уже не хотелось заново поднимать. Но вроде как обязан. Все-таки Шетельман за неделю, итоги недели. А это, конечно, герой недели во всех отношениях. Илон Маск. Ну все уже сказано мной, всеми. Вроде бы. Но все-таки есть некая парочка апдейтов. Не буду напоминать, что сказал Путин про Илона Маска. Не буду напоминать, как вилял Илон Маск, пытаясь оправдаться за свое поведение. Но что произошло за последние, только за последние сутки. До этого всю неделю я задавал риторические вопросы Илону Маску. Риторические? В каком смысле? У меня же нет в кармане Илона Маска. Я его в физическом мире не наблюдаю. Поэтому нет возможности у него спросить. А спрашивал я что? Говорил, ну Илон, как тебе такое, Илон Маск? Спрашивал я. Вот мы взяли и ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow. Разнесли к черту большой десантный корабль, подводную лодку. Где ответный ядерный удар? Нет. Нет. Убедились, убедились, товарищ Маск, что нет никакого ответного ядерного удара. И теперь вы понимаете, что это вы сдрейфили. И из-за того, что вы сдрейфили, российские военные корабли до сих пор дрейфуют в Черном море. Так бы все они лежали на дне морском, и нам бы хорошо здесь жилось. Что вы могли спасти десятки тысяч украинцев, которые не были бы убиты при помощи этих кораблей, при помощи выстрелов, ракет и так далее. Я все это спрашивал просто так, в воздух, естественно, в космос. Ну туда, в космос, я подумал, может, космические корабли хотя бы услышат меня. А в Америке это спросил настоящий журналист. Прямо настоящий журналист спросил по-настоящему. Маска не чувствует прям свою ответственность за гибель украинцев, которые погибли в результате его решения. Он промолчал. Ну не про это я хотел сказать. Это же была такая грустная новость. Опять риторический вопрос, вопрос без ответа. А вот в Сенате США решили изучить деятельность Маска и всю вот эту его историю со Старлинком. Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением миллиардера Илона Маска заблокировать частную спутниковую сеть Старлинк возле оккупированного Крыма. Об этом сообщает Блумберг. Блумбергу это сообщил председатель комитета Джек Рид. По словам Рида, сообщения о использовании Старлинк выявили серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности. И комитет займет с этим вопросом. Комитет исследует этот вопрос со всех сторон. Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания. Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США. Наверное, особо полезно это вспомнить сегодня, в день худеющей демократии. Другие сенаторы демократов в комитете, в том числе Джин Шахин, Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не правительство США решало, когда Украина может использовать спутниковую сеть. В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле за использованием Старлинка в Украине и не получила ответа. Видите как? А это потому, что демократия у нас худеющая. Была бы у нас полнеющая демократия, а сегодня день худеющей демократии, 15 сентября, была бы полнеющая демократия, получила бы сенатор все свои ответы, а российские корабли в Севастополе получили бы свои пробоины. Но этого не случилось. Ну какой же Талиман за неделю без разговора о русской культуре? Вы знаете, как я люблю русскую культуру. Я сегодня начал, правда, с корейской, начал с корейского стихотворения на чисто корейском языке. Заканчивать, кстати, сегодня выпуск я буду стихотворением уже на русском языке, написанным не мной и не Ким Чан Ином, а хорошим русским поэтом. Как бы стихотворение, которое ответ плохому русскому поэту, ответ оккупационному русскому поэту. Вы пока сами можете догадаться, ближе к концу выпуска вы поймете, о ком я говорю. Хороший русский поэт написал стихи в ответ на стихи оккупационного русского поэта. Вы знаете, кого я считаю оккупационным поэтом. Но пока мы начнем с другого вида культуры, с театра. Театр начинается с вешалки, а Большой театр начинается, как вы догадываетесь, с Большой вешалки. Директор Большого театра, в России есть такой театр, где прыгают, пляшут и поют песни. Директор Большого театра признал, что убирал из репертуара постановки режиссеров, выступивших против войны в Украине. Генеральный директор Большого театра в Москве Владимир Урин. Урин, вот у него прямо фамилия говорящая, да? Вы уже поняли, медицинская такая фамилия. Тоже худеющий, наверное. Театр признал, что убирал из репертуара и снимал с афиш имена авторов спектаклей, которые выступили против войны. Об этом он сообщил в интервью Российской газете. Театр исключал из репертуара спектаклей тех авторов, которые высказывались очень определенно по поводу, как он говорит, спецоперации. Помимо антивоенных высказываний режиссеров, причиной для снятия некоторых произведений с репертуара стали письма и негативные отзывы. То есть, когда люди говорили, как вы можете показывать спектакль, который против войны, значит, человек написал, как вы можете вообще убирать это срочно. Большой, Большой это название, Большой, это я сейчас цитирую этого Урина, 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 Урина. Большой, в этом смысле, особый театр с точки зрения повышенного внимания к нему. Поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказаний, иногда театр и Министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара, отметил Урина. То есть, человек конкретно говорит, наш театр особенный, поэтому с нас спрос особенный. Так вот, я полностью поддерживаю Урина в этот раз на 100%. Спрос особенный. Вот это заявление Урина, во-первых, говорит о том, что граждане Израиля, слава богу, которые не со своим правительством, которые добились запрета отмены гастролей другого российского театра, Венком, в Израиле были правы, потому что российская культура несет с собой вот эти ценности войны. И по-другому сегодня в государственном российском театре быть не может. Я хочу сказать другое. Когда говорят, ну это кто виноват, ну это же отдельный Урин, вы давайте этого Урина осудим, вот после войны уволим Урина, и снова будем пускать Большой театр везде по миру гастролировать. Нет, нет, нет. Большой театр весь поддерживает войну, как явление. Большой театр, как он же говорит, это что-то особенное, да. Большой театр, как организация поддерживает, не только как ее директор. Балерины Большого театра поддерживают войну? Да. Они танцевали, специально станцевали балет «Спартак», чтобы все средства от этого балета шли семьям тех, кто погиб на войне или был ранен на войне, россиянам. Поэтому балерины Большого театра все вместе поддержали войну, поддержали оккупацию украинской территории, поддержали геноцид украинского народа, поддержали массовые убийства. Тем, что они соглашаются снимать с афиш вот эти спектакли, они поддерживают это все. То есть все, кроме тех, кто уволился, все это все поддерживают. А значит, сам театр, который называется словом «Большой», это поддерживает. А значит, и после войны гастроли Большого по миру будут неуместны. Я надеюсь, что в прекрасной России будущего театр Большой будет ликвидирован, как театр, который сотрудничал с фашистами. Ну ведь, в конце концов, вермахт был же ликвидирован, правильно, в Германии. После войны он же не сохранился. Или Министерство пропаганды, оно же не сохранилось. Как может сохраниться театр Большой, в котором откровенно говорится, что вот такие меры. То есть все это знают. Это ни одна балерина больше не скажет. А что, я плясала, я ничего не знала. А что, российскую газету не читает? То есть она балерина. Конечно, каждая балерина должна танцевать с газетой, с российской. Тем более ей так удобно подтираться. Значит, из афиши ранее сообщалось, что из афиши Большого театра пропало имя Кирилла Серебренникова. А потом были отменены показы балета Нуреев и оперы Дон Паскуали. Поскольку оперу Дон Паскуали написал Тимофей Кулябин, который осудил вторжение России в Украину. Видите, Дон Паскуали тоже не угодил Большому театру. Значит, заметную роль в организации репрессии против действующей культуры, выступающих против войны, сейчас играют анонимные телеграм-каналы. Ну, это там уже, ладно, это уже частности из этой всей истории. Главное для меня следующее, что когда сегодня мы узнаем такие новости, что Большой театр поддержал войну, мы должны не забыть и не простить, чтобы никогда этого Большой театра не допускать теперь по миру. Хотите, расформировывайте, пусть балерины танцуют, где они там хотят, но как сущность, как юридическое, не только юридическое лицо, как бренд, это должно перестать существовать после войны. Просто перестать существовать. Большому театру большую вешалку. Маленький анонс хочется сделать событий следующей недели. Это прошло под знаком, безусловно, вот этого визита Ким Чен Ына, обвинений в адрес Илона Маска и наших военных успехов. Три вещи, пожалуй, важны на этой неделе. А на следующей неделе наверняка в центре внимания будет визит президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты Америки на Генеральную Ассамблею ООН. Очень хочется, чтобы визит такой состоялся. В прошлом году это было еще невозможно, из соображения безопасности в этом. После того, как Зеленский посетил уже много мероприятий, есть шанс и на выступление в Генеральной Ассамблею ООН. Мне часто говорят, ну так это же бессмысленно, а зачем вообще там выступать, что же такое? Вы знаете, мне кажется, что по крайней мере это отличная трибуна. Весь мир на это смотрит. И оставлять эту трибуну без Зеленского было бы неправильно. Она уже осталась без Путина. Путин не выступит на Генеральной Ассамблее ООН, потому что он боится, что его арестуют, ведь он воровал детей, теперь в розыске. А вот Зеленский на следующей неделе туда едет. И состоятся встречи с Байденом. Они сейчас уже проанонсированы. Мне неизвестно пока будет ли встреча в Белом доме или будет встреча в Нью-Йорке. Белый дом, напомню, в Вашингтоне, а в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН. Но вот что, какой вопрос будет ключевым, сразу вам скажу. Ключевым вопросом встречи президента Зеленского с президентом Байденом будет все тот же пресловутый Атакамс, 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 улыбнитесь. Ведь улыбка – это флаг корабля, подумал я. Ну да, только корабля российского, который мы запердолим этим Атакамсом. Действительно, да? Ведь улыбка – это флаг корабля. Атакамс, Атакамс, подтянитесь, только смело покоряются моря. Как сказал президент Зеленский, как выяснилось, Борису Джонсон, а это на этой неделе сказал Борис Джонсон, что нам для победы не хватает 200 Атакамсов. Я думаю, что имеется в виду 200 каких-то установок. Я не знаю, что такое 200 Атакамсов, но не самих же ракет. Потому что нам это прямо принесло бы реальный перелом в войне 200 Атакамсов. Поэтому давайте, во-первых, поздравим и президента Зеленского, как говорит Путин, как плохого еврея, или там чего этнического, поздравим и его с наступившим Новым годом, с наступающим Новым годом еврейским. А Байдена поздравим с Днем худеющей демократии. Надеемся, что все-таки в руках Байдена сделают так, чтобы демократия набирала постепенно вес, а не худела. Все, что для этого нужно, это дать Атакамсов Украине. И похоже, что это решение мы можем услышать на следующей неделе. И я, как всегда, простите меня, но буду оптимистом. Я верю, что именно следующая неделя принесет нам. Улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Но максимум 2-3 недели. Начав с традиционной корейской поэзии в стиле Си-Джо, закончить хочу сегодняшний выпуск «Шательман» за неделю от 15 августа. Традиционной новой русской поэзии. Вчера выпустил свои несколько новых песен Борис Гребенщиков. Хороший русский поэт, хороший в том смысле, что он выступал по всей Европе, собирая средства в фонд Украины. С самого начала войны был объявлен иностранным агентом. По-моему, на него завели уголовное дело, если не ошибаюсь. Я уж даже не уследил, честное слово, за этим. Это уже какие-то детали. Есть ли на него уголовное дело? Но факт, что он точно выбрал свою сторону в этой войне. И написал, мне кажется, пронзительную песню. Петь я ее не буду, там очень сложная мелодия. Я буду читать ее как стихи, потому что они пробрали мою душу. Мне кажется, это стихи о том и про Путина, и про мобилизантов, и про тех, кто не согласился с этими мобилизантами быть, кто встал на путь борьбы. Хотя все очень метафорически. Но это настолько трогательно для меня, что я не буду уже в конце, после этих стихов, ничего говорить. Я не буду после стихов напоминать, что надо поставить лайк этому видео. Не буду напоминать, что вы можете подписаться на канал Штельман, у которого, да, есть свой канал, просто можно перейти внизу там и подписаться на канал Штельман. Я просто уже заранее, сейчас, перед тем, как читать эти стихи, попрощаюсь с вами до воскресенья, до 19.00, до программы «Комендантский час», а потом уже со спокойной душой, просто от души, для себя, ну и для вас, почитаю стихотворение, и для этого глухого котика. Впрочем, он стихов не услышит, но душу-то мою точно поймет. Мой дядя самых-самых честных правил, когда не в шутку, когда не в шутку, занемолк, он взял нож и кисти, и думал, что уважить себя заставил, но не смог, обманулся в расчетах, упал лицом в грязь, и не смог. Ослепительно юный мы вышли из дома, будем знакомы мы, табула раса, мир ждет только нашей руки. Но ломы и крюки, и серийный убийца в глазах военкома нас сдали на мясо еще до рождения. Но цепи их не слишком крепки. Не стой над душой, не стой над душой, мама, ты сокрушительно прямо, я как эквилибрист. Говорят, я буддист, я не знаю, что это значит, мама. Я пою, как дышу, и пишу, как иду. Я отдал тебе все, и я чист. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки, сплотила навеки великая Русь. Но я боюсь, что ректификат безропотных и подколонных страшнее, чем я, страшнее, чем взрыв. Я кричу и никак не проснусь. Не стой над душой, не стой над душой, мама, это бездонная яма, здесь нужен специалист. Я не артист, я такой, какой есть мама. Я дышу, как пою, я дышу, стою, я отдал тебе все, и я чист. Я никогда больше, никогда больше, не быть под засовом тому, кто дышал, тому, кто пел, тому, кто мимо всех схем. Мое сердце, как мел, и я пишу с собой по бетонным заборам. Я вас любил так искренне, я не хочу тревожить вас ничем. Не стой над душой, не стой над душой, мама, мы воронка на месте храма, мы перечеркнутый лист. Но я не артист, я такой, как есть мама. Я пою, как дышу, я дышу, как пою. Я отдал тебе все, и я чист. Продолжение следует...